Музыка Очередной выпуск новостей на государственном телеканале Западная Армения. Здравствуйте! Сегодня в эфире 11 заседание Национального собрания Республики Западная Армения. Во Франции выпущены марки, посвященные Шарлю Азнавуру и Мисаку Манущану. В какой Европе готовится Армения? В Восточной Армении пройдут очередные учебно-тренировочные сборы резервистов. Землетрясение в 22 километрах к юго-востоку от города Карс. Землетрясение ощущалось в Ширакской области. Вопросы армян в Западной Армении. Азербайджан демонтировал памятник Шарлю Азнавуру в Степанакерте. 28 февраля на онлайн-платформе Skype состоялось очередное 11 заседание Национального собрания Западной Армении 3-го созыва. Открывая заседание и обсуждая темы повестки дня, первый президент Республики Западной Армения Армена Кабрамян выступил с речью. Председатель Национального собрания Нелли Арутюнян представила вопросы повестки дня. Процесс составления и представления законопроектов, программ докладов, которые четко сформированы во внутреннем регламенте Национального собрания Республики Западная Армения. Обсудили благодарственное письмо правительству, парламенту и Сенату Франции за проведение церемонии перезахоронения Мисака Манущана. Депутаты предложили обратиться ко всем, кто пожертвовал своей жизнью во имя Армении. Были добавлены имена общественных активистов, желающих вступить в Комиссию Национального собрания. Подводя итоги заседания, председатель Национального собрания Западной Армении Нелли Арутюнян вновь призвала записать и подписать правила конфиденциальности и текст присяги. Французский филопост выпустил сборник из четырех марок, посвященный герою сопротивления Мисаку Манущану и легендарному певцу Шарлю Азнавуру. Марки были вручены во вторник послу Армении во Франции Асмик Толмаджан в присутствии вице-председателя Сената Пьера Узулиаса, директора Департамента Континентальной Европы, Министерства Европы и иностранных дел Франции Брис Рокфе, сына Шарля Азнавура Миши Азнавура и племянницы Мисака Манущана Кати Киракосян. Журналист Акоп Бадалян пишет, депутаты от правительственного большинства в парламенте Армении сообщают, Европарламент принял новые резолюции против Азербайджана, призывающие Евросоюз ввести санкции и прекратить энергетическое сотрудничество, о котором ЕС подписал соглашение с Баку в июле 2022 года. Более того, эта новость подается так, как будто армянская парламентская дипломатия добилась принятия этих резолюций, в том числе, когда армянские парламентарии следили за трансляцией дебатов. Резолюции Европарламента повторяются на протяжении последних двух-трех лет, но, похоже, они не могут кардинально изменить ситуацию. Возможно, причина в том, что они носят консультативный характер, как и резолюции, принятые во французских палатах Национального собрания. Они достаточно весомы по своему содержанию, впечатляют своей полезностью для Армении, но не подлежат обязательному исполнению исполнительными структурами. Так почему же Европарламент не принимает обязательных резолюций, если руководители исполнительного органа Евросоюза и Еврокомиссии не могут не подчиниться принятым резолюциям? Однако таких резолюций не существует, хотя именно Европейский парламент формирует Европейскую комиссию, а Европейская комиссия работает в соответствии с руководящими принципами и правилами, принятыми Европейским парламентом. Еще более нереально ожидать фундаментальных изменений в политике ЕС в этом году, поскольку это год выборов в ЕС. В июне состоятся новые выборы в Европарламент, в результате которых будут сформированы новые органы Европейского управления, новая Еврокомиссия и новое руководство Европейского совета. Фактически это будет означать де-факто переходный год, в течение которого главной задачей Армении в отношении Евросоюза возможно должно стать рассмотрение и подготовка различных сценариев европейских выборов, чтобы понять, с какой Европой нам придется иметь дело в конце года. Армянская парламентская дипломатия должна была заниматься этим, а не ретрансляцией информации о резолюциях Европарламента. В этом отношении пресса выполняет свою работу. С парламентариями дело обстоит иначе. С 1 апреля по 28 июня в Восточной Армении пройдут учебно-тренировочные сборы резервистов. В тренировочных сборах примут участие до 4799 граждан, 4353 рядовые и младшие унтер-офицеры, 144 старшие унтер-офицеры, 302 резервисты офицерского состава по общевосковым мотострелковым специальностям, специальностям связи, разведки, инженерии, ракетной артиллерии. Учебные сборы пройдут с целью совершенствования военных способностей резервистов, профессиональной подготовки и переподготовки, подготовки офицеров запасов из унтер-офицеров с высшим образованием, привлечения их к боевому дежурству. Каждый будет привлечен к тренировочным сборам на срок не более 25 календарных дней. Для обеспечения тренировочных сборов также будут задействованы до 25 единиц дорожно-строительной техники. Напомним, Хаю Чампа уже более 30 лет занимается подготовкой в боях запасов в Восточной Армении. Землетрясения в Западной Армении 28 февраля в 17.51 сейсмологической сетью региональной службы Восточной Армении в географических координатах 40.51 северной широты, 43.33 восточной долготы в 22 км юго-востоку от города Карс Западной Армении на глубине 10 км зарегистрировано землетрясение магнитуды 3,7. Об этом сообщили экстренные службы Министерства внутренних дел. Сила подземного толчка в эпицентре составила 5 баллов. Землетрясение ощущалось в селах Анипемза и Джираппи Ширакского района с магнитутой 2-3 балла. Хорошо известно, что среди основателей турецкого правительства и тех, кто им управлял вплоть до 1950-60-х годов, большинство составляли бывшие младотурки, которые внедряли различные проявления своей российской и ксенофобской идеологии в официальную турецкую политику. Особенно ярко это проявилось в 1923-1950-х годах, годы правления правящей Республиканской народной партией. В это время коренные жители надеялись увидеть некоторые изменения в политике по отношению к ним, которые, однако, не были реализованы. Годы правления Демократической Республики 1950-60-х годов, помимо нескольких поверхностных положительных изменений в положении коренного населения, произошел случай, который нанес значительный и разрушительный удар по коренным немусульманам, в основном по армянским и греческим общинам. Это были погромы 6 по 7 сентября 1955 года, организованные в основном против армян и греков в Константинополе. О событиях, произошедших 6 и 7 сентября 1955 года, можно ознакомиться на нашем сайте WesternArmienia.tv. Государственный совет по охране культурного наследия Арцаха предупреждает об очередном вандализме. Азербайджанский режим демонтировал памятник Шарлю Азнавуру, установленный в 2022 году к столетию со дня рождения Шансонье. Памятник был расположен рядом с центром франкофония Поля Элюара в Степанакерте. На фотографиях памятник Шарлю Азнавуру в январе этого года. Ранее были демонтированы памятники писателю Акупу Акупяну, народному меценату Олегу Манукяну, деятелю Александру Мясникяну, советским воинам Адмиралу Исакову, Анатолию Зиневичу, Кристофору, Иваняну и прочим. В одноименном парке Степанакерта также демонтирован памятник герою Арцаха Ашоту Гуляну. Из материалов, опубликованных в интернете, также видно, что могилы погибших в освободительной войне Арцаха подвергаются вандализму. И в завершении новостей послушаем музыкальное произведение. Субтитры создавал DimaTorzok Такими были новости на сегодня. Мира вам и добра! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok